Газ и нефть традиционно являлись главным источником доходов как СССР, так и его частичной наследницы Российской Федерации. Причем РФ куда серьезнее ввиду тотального промышленного спада, зависит от поступления в бюджет за счет экспорта энергоносителей. Однако, как показывают тенденции, в скором времени углеводородную империю, занимающую пятое место в мире по запасам нефти и первая по газу, может укрыть волна коллапса. И в первую очередь это касается ее газовой отрасли, а Газпрому отведена роль детонатора. Так стало известно, что компания, стоившая в 2007 году более 300 миллиардов долларов, в 2017 чуть более 52. Давайте запомним для начала эту цифру. В 2018 намерена для реализации своих амбициозных проектов привлечь не менее 1,278 триллионов рублей инвестиций, или проще говоря, создать долги. Казалось бы, крупнейшая газовая компания России, страны, обладающие крупнейшими запасами газа в мире, может себе позволить подобные риски. Но на сегодняшний день долг Газпрома приближается к 40 миллиардам, а благодаря привлечению дополнительных инвестиций в свои проекты он уже в начале 2018 года резко подскочит на еще 7 миллиардов. А к концу следующего года ожидается в районе 60 миллиардов. А теперь вспоминаем стоимость компании. По сути, в 2018 году ее внешний долг перекроет эту самую рыночную стоимость аж на целых 20%, а то и больше. И это называется во всем мире предпосылки к банкротству. Если долги фирмы намного больше ее стоимости, фирма, извините, банкрот. С другой стороны, для чего нужны все эти средства Газпрому? Разумеется, для строительства газопровода, Турецкий поток, Северный поток-2, Сила Сибири. Проекты масштабные. В перспективе должны не только компенсировать затраты, но и поднять компанию на новый уровень. Но здесь есть свои «но». Прежде всего, Северный поток на сегодняшний день имеет весьма туманное будущее в связи с санкциями США, которые полную мощь покажут именно в 2018 году. Завершение же работ в 2019 году не является реалистичным, и даже если и так, то до начала гипотетических поставок Газпром еще должен два года существовать со своими растущими долгами. Турецкий поток, перспективы которого из-за санкций тоже очень туманны. Прежде всего, сама Турция не спешит реализовать этот проект, полагаясь, скорее всего, на газ из Азербайджана и Ирана. И, конечно же, сила Сибири – газпровод в Китай, на который в этом году были направлены дополнительные средства размером 189 миллиардов рублей, в то время как финансирование «Северного потока-2» сократили на 9%. Но даже с учетом особого внимания к силе Сибири, ранее, 2021 года, при самых оптимистических прогнозах, строительство не завершится. То есть на доходы от силы Сибири РФ в ближайшие минимум 4-5 лет рассчитывать не стоит. Кто его знает, что будет с Россией через 5 лет? А между тем, США продолжают экспансию своего газа в Европу и на азиатский рынок, в том числе, в Китай. Последняя сделка, которую они заключили, была на сумму 43 миллиарда долларов. Подобные тенденции ярко демонстрируют, что пока Россия строит свои трубы, США уже отнимают у нее долю рынка благодаря своему сжиженному газу. И кто-то поверит, что Белый дом не будет в скором времени агрессивно и настойчиво отвоевывать все новые и новые плацдармы у России. А потому компания, у которой долгов больше, чем ее стоимость, на рынке, а перспективы взлета после окончания строительства многообещающих проектов, часть из которых может быть и недостроена вовсе, в скором времени спровоцирует энергетический кризис в России. Злой одессит. Субтитры создавал DimaTorzok